Подразделения ПВО вновь отражали атаку беспилотников. Этой ночью всего над регионом уничтожено 9 украинских БПЛА, 4 из них на севере области. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале около 4 часов утра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Последствия на земле уточняются. Пожар на 24 этаже пришлось тушить ростовским пожарным. Полыхнуло в квартире ЖК «Белый ангел» на Береговой. Причиной, как выяснилось, стал оставленный на зарядке гироскутер. Когда он загорелся, в квартире находилась женщина с двумя детьми. Они вовремя успели эвакуироваться. Выводить спасателям пришлось еще 16 жителей многоэтажки. На тушения были брошены силы 47 пожарных и 13 единиц техники. Никто не пострадал. Не считая того, что в квартире придется делать дорогостоящий ремонт, выгорело 25 квадратных метров. А МЧС напоминает, что не стоит оставлять на зарядке без присмотра аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты и гироскутеры. На помощь в борьбе с природными пожарами в Крыму из Ростовской области направлен вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного отряда МЧС России. В республике сейчас тушат сразу несколько природных пожаров на десятках гектаров. Тушение осложняется жарой и порывистым ветром. Задействовано больше 500 специалистов и 92 единицы техники. Авиация привлечена на тушение пожара в Коктебеле. Только за сегодняшнее утро вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. По состоянию на 10-20 утра пожар в Коктебеле удалось локализовать на 40 гектарах, сообщила МЧС России. Первые плавучие причалы для Валдаев изготовили в Ростове с момента подписания контракта. До сдачи прошло всего два месяца. Такая скорость выполнения заказа стала возможна благодаря круглосуточной работе Ростовского судоремонтного завода, который, кстати, почти 40 лет уже не создавал плав причалов с нуля, а занимался лишь ремонтом. И вот долгожданное возвращение к истокам. Примечательно и то, что проектированием новых причалов также занималось Ростовское бюро. И, что важно, материалы использовали отечественные. Прежде всего, этот проект нацелен на безопасное обслуживание наших пассажиров, ну и, конечно же, для удобства пользования судов. Суда на подводных крыльях требуют чистой воды. У нас смена акватории Ростовского-Азовского портов достаточно серьезная, поэтому колебания до двух метров и данные средства причаливания как раз позволят работать при любой воде в этих портах. Плав причалы универсальные подходят как для швартовки Валдаев, так и для метеоров. До конца июля эти два причала будут установлены на свои места в портах Ростова и Азова. В планах такие же понтоны построить в населенных пунктах от Смикаракорска до станицы Романовской. Реконструкция Ростовского дворца спорта давно перевалила экватор. Сейчас готовность составляет уже 75%. Уже обновлены барельефы на фасаде. На очереди установка оборудования вентиляции и кондиционирования. Рабочие начали охлаждать плиту ледового поля. В настоящее время уже доставлено на объект все оборудование по вентиляции, по кондиционированию. Хладоснабжение тоже на объекте. Начата работа уже по устройству плиты охлаждения, плиты ледового поля. Кондиционирование выполнено практически полностью. Остались только установки внутреннего кондиционирования в самой арене зала. Еще в старом дворце спорта было 2360 зрительских мест, но после ремонта минимальная вместимость – 3500. Это при проведении соревнований по ледовым видам спорта. Турниры по игровым видам здесь смогут увидеть 5000 зрителей, а зрелищные мероприятия с портером – до 7000. Готовность посадочных мест лично проверил заместитель губернатора. Нужно себя ставить на место зрителя, на место болельщика. И я, и предыдущие сидушки мы тоже смотрели, с подрядчиками, со спортсменами советовались. Мало того, что мы сюда по дворец спорта привозили гонбольную команду, чтобы они посмотрели, потому что они будут основными пользователями, хоккеисты. Поэтому нужно подход такой персональный, делать ко всему к оборудованию, чтобы было людям комфортно. Дата завершения работ – 1 сентября 2025 года. После ремонта Ростовская область получит современный спортивный объект, на котором будут проводиться соревнования по гонболу, хоккею, баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию и зрелищные мероприятия. На прилегающей территории планируется разместить парковочные места на 300 автомобилей, благоустроить парковую зону с фонтаном для жителей, а также возвести тренировочный ледовый каток. Концерт на Бис – это ежегодная точка, которую музыкальный театр ставит в конце сезона. В нем совмещается несовместимое. Оперу быстро сменяет балет. Здесь невозможно обойтись без классики. И в этом сезоне появились Шахерезада Римского-Корсакова и три балета на музыку Стравинского. Свой 25-й сезон театр провел на юбилейной ноте. Были гастроли в Республике Беларусь, Швейцарии, Испании. В списке премьер театра появилось еще 8 спектаклей. Таким образом, за 25 лет наш коллектив создал 154 премьерных спектакля во всех жанрах. Оперы, коллекса, оператор и музыка. И я не включаю сюда очень масштабные работы в жанре симфонического концерта или театрализованного концерта. 25-й сезон завершился, но у артистов вместо отпуска впереди гастроли в Москве в Большом театре. В программе классика опера Турандот, балет Золушка и впервые на исторической сцене классическая оперетта «Сильва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ